Одна из центральных тем встречи экономика внешнеторговый оборот Брестской области и Израиля за январь-апрель текущего года составил порядка 800 тысяч долларов США. С Брещины на экспорт уходит продовольственная продукция, товары легкой и машиностроительной промышленности, импортирует регион из Израиля цветы, бытовую технику и медицинское оборудование. Связь есть, есть и заинтересованность в развитии деловых отношений, как в части увеличения товара оборота, так и в части создания совместных предприятий и производств. Мы торгуем более со 100 странами мира, значит, конечно, в большей или меньшей степени. То есть это говорит о том, что экономика Брестской области, она довольно открыта. Но я надеюсь, что и в дальнейшем нам, конечно, мы заинтересованы, прежде всего, расширять экспорт продукции. В области функционируют 8 предприятий с участием израильского капитала. Хотелось бы обозначить возможность вхождения израильских компаний в качестве учредителей в акционерный капитал наших хозяйственных субъектов. В качестве перспективных направлений полагаем возможным отметить следующие сферы машиностроения, также легкое, химическое, но и особенно для нас важно фармацевтическое промышленность. Чрезвычайный полномочный посол Государства Израиль в Республике Беларусь Алан Шогом в своей должности всего 4 месяца. Визит на Брещину ознакомительный. Однако, некоторые конкретные направления для сотрудничества может выделить уже сегодня. Как пример, сельское хозяйство и переработка. Израильтяне высоко ценят белорусскую продукцию за качество и натуральность и готовы покупать больше. Идет речь о молочной продукции. С мясной у нас, как вы знаете, немножко больше проблемы из-за того, что свинину мы не употребляем. То есть у нас идет больше речь о говядине. Но и о другой сельскохозяйственной продукции, почти от всех сельскохозяйственных продукций, которые есть здесь, нас интересует. У нас, например, вещи, как ягоды, грибы, такие фактически не существуют и очень редкие. Из-за, опять же, недостатка земли и воды. И это нас очень интересует в Израиле как у потребителей. Вторая важная сфера – туризм. Алан Шогам уверен, многие жители Израиля с большим интересом посетили бы Беларусь и, в частности, Брещину. В каждом таком регионе, в Бресте особенном, мы видели очень интересные темы. Темы, как туризм, как у нас, то, что называется, heritage tourism – это люди, которые приезжают, видят, откуда их корни. Как вы знаете, большинство наших корней отсюда. И люди, которые видят, как сказать, свою историю. И что произошло здесь позднее, в Голокосте, тоже очень нас интересует. Как вы знаете, израильское государство было создано как ответ на Голокост. Образование – еще одна важная составляющая двусторонних отношений, которая может и должна развиваться. Профессионализм в работе ценится в любой стране мира. Беларусь и Израиль готовят хороших специалистов. Взаимодействие в данном вопросе может придать процессу новый импульс.